Это неделя Мариуполя, меня зовут Юлия Диденко. На протяжении 7 дней наши журналисты готовили для вас эксклюзивные материалы о жизни города. Смотрите в выпуске. О чем мэр Мариуполя рассказал в интервью общественному телевидению Донбасса. Проспект Победы перерываем и проспект Ленина перерываем, потому что это у нас предусмотрено программой нашей. Будет поезд на Одессу, обещают, что конец января, где-то середина февраля он должен поехать. Чего мариупольцы желают Донецку и Луганску в новом году? Только счастья, здоровья всем, мира и стабильности. Скандальная земля для участников АТО. Дают землю там, где невозможно не построить, даже где с болотами, и никакой ответственности нет. На Тобе Божие говорится, что мы не говорим. На этой неделе мэр Мариуполя Вадим Боченко подводил итоги 2016 года. После пресс-конференции он дал эксклюзивное интервью общественному телевидению Донбасса. Как это было, смотрите далее. Вчера малый и средний бизнес немножко от решений правительства нашего в шоке. Поэтому будет ли какая-то помощь для малого и среднего бизнеса по аренде земли или по аренде помещений именно города Мариуполя? Если уж так, центральное правительство относится странно к малому и среднему бизнесу. Смотрите, в следующем году мы будем делать такую комплексную программу. Мы первое сделаем инвентаризацию земли и оценку земли. Конечно же мы будем идти навстречу среднему и малому бизнесу. Мне хотелось бы, чтобы он развивался. Я вообще вижу приоритетным направлением средний и малый бизнес. В каком направлении? То есть мы, если говорим о том, что мы создаем три новых вуза в Мариуполе. То есть я считаю, что вокруг вот этих трех вузов должна развиваться сфера услуг. Если мы говорим о том, что сегодня там наполняется наша семья мариупольская новыми членами ее, приходят военнослужащие, которые запустили 56-ю часть, которая получила юридический адрес в Мариуполе. Вокруг этого тоже должна развиваться сфера услуг. То есть, конечно же, мы будем поддерживать и будем индивидуально смотреть и принимать решения. То есть никто сегодня не ставит задачу убить этот бизнес, средний и малый бизнес. Если бы мы это хотели делать, то мы, наверное, допустим, к истории МАФов не подходили так системно и так демократично. Мы целый год занимались, разрабатывали положение, архетип. Мы привлекли институт, который провел геодезию, сказал, где могут стоять. Привлекали бизнес к этому, для того, чтобы бизнес тоже сказал, где ему интересно это стоять. Но при этом мы не должны отбрасывать и тоже тех людей, которые сегодня пользуются этими услугами. То есть мы должны слушать и вторую сторону, и находить тут здравый баланс. У нас сегодня есть, на мой взгляд, эффективная площадка, где вырабатываются определенные решения. Это фонд развития Мариуполя. Есть руководитель, который сегодня представляет средний и малый бизнес. Это руководитель компании «Магма», который возглавляет комитет как раз среднего и малого бизнеса на площадке фонда развития Мариуполя. Я думаю, там они должны пообсуждать то, что случилось, то, что вы говорите, и принять какое-то взвешенное решение для нашего города. Я не против, я слышу, я буду помогать. Но тут надо находить здоровый баланс. И вторая сторона — это крупный бизнес, который вследствие той социальной ответственности, которая у него была, землю получал по льготным условиям. Будете ли вы ставить вопрос о том, чтобы это решение прознить? Смотрите, там немножко не так этот вопрос стоит. Давно-давно когда-то были, принимались какие-то, есть там часть земли, которая по 3%, есть часть земли, которая меньше 3%. Вот той программой, которую мы делать будем в 2017 году, инвентаризация, оценку земли, она уберет вот эти перекосы. То есть у нас будет крупный бизнес уже платить по той цене, которую все платят. То есть мы говорим 3%, а может быть даже выше. Как раз в этой программе, в которой выходит вот наше интервью с вами, мы поднимали вопрос земли участникам АТО. Почему второй раз и какой-то вот скандал? То есть приходят люди какие-то недовольные, то есть военные недовольные. И опять они говорят, что там плохая земля. Ну вот оценку плохая на или хорошая, мне даже сложно оценивать. Если говорить, вот тот кусок земли, который мы выделили, на мой взгляд, это хорошая земля, я там живу. Я живу буквально в 500 метрах от этого участка. Когда мы первоначально, тогда, помните, решение было по поводу земли выделить на садках. Но там же тоже было бы целое комплексное решение с точки зрения инженерных решений, как эту воду осушить, поднять, подушку сделать, чтобы она была ровная, сухая, комфортная для нарезки конкретных участков и так далее. Ну тогда окей, там говорили, садки, это не то, хотелось бы что-то другое, какое-то полноценное, ближе там, чтобы транспортная развязка хорошая была и ближе к какому-то населенному пункту, то есть микрорайону какому-то, чтобы можно было коммуникации затащить, но чтобы быстрее и легче было довести это до какого-то логического завершения. Мы нашли вот эту землю. Там есть ли, допустим, есть как сегодня жители, которые, извините, на эту землю и наш пустырь, на пустырь, конечно, приносят люди мусор. То есть этот мусор, он убирается, туда заводится чернозем, нарезаются участки, коммуникации там близко, оно подводится, там рядом, у меня товарищ живет, буквально через дорогу, там частный сектор, точно такой же. А это город собрался взять у себя? Да, мы это все берем абсолютно, подготовку этих участков, ну, конечно, сегодня это пустырь, а как оно должно выглядеть на сегодня? На сегодня это пустырь, нарезаются участки, мы эту всю подготовку на себя берем, подводим полностью коммуникации и так далее. Это наша ответственность, никто же эту себя ответственность не снимает. Но тогда, если говорить о некачественное, там, или восточный кого-то пугает, ну, там люди живут же сегодня. И слава Богу, что у нас сегодня там линия фронта ушла от города Мариуполя на 20 километров. Мы этим гордимся достижением. Но также надо понимать, что вот этот конкретный участок земли, он попадает в перспективный план развития нашего города. И там, по генплану, там и положено строительство домов частного сектора. Если говорить о других участках, у нас их просто пока еще нет. Это большая работа. На мой взгляд, вот это, это хорошее место. Я еще раз повторюсь, я живу буквально в 500 метрах от этого участка. По ремонту дорог, Вадим Сергеевич, скажите, пожалуйста, есть такая информация, что будет перекрытие весной центрального проспекта, и там будет большой ремонт коммуникаций, а потом ремонт сверху. Это правда или нет? Это правда. Для того, чтобы сделать капитальный ремонт, допустим, проспекта Ленина, нам надо поменять водовод. То есть это глупо будет делать сначала капитальный ремонт, а потом менять водовод. То есть мы пошли, как это должно быть, правильно. Меняем инженерные сети, сверху меняем асфальтное покрытие. То есть в следующем году мы и по проспекту Победы, и проспект Победы перероем, и проспект Ленина перероем, и будем готовиться. Это 17-й, все на 17-й, да? Да, потому что это у нас предусмотрено программой нашей, заложено в программу социально-экономического развития, и это финансируется областью сегодня. Эти проекты мы будем реализовывать для того, чтобы потом зайти и уже менять асфальтное покрытие после этого ремонта. Соответственно, будем перестраивать маршруты, и, я думаю, будет определенное неудобство, но без этих неудобств невозможно реализовать этот проект. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос ливневок решится вместе с ремонтом? Конечно, будет. Это комплексное решение. Мы, если уже вскрываем асфальтное покрытие, мы меняем водовод, канализационные все сети, и, соответственно, ливневку. Там тоже будет ливневка полностью. То, что Лавпочтам, где у нас всегда, это была большая проблема, этот полностью отрезок будет меняться. Уточнение по транспорту из Мариуполя. Будет ли, есть ли какой-то ответ от Украинской залезной, будет ли поезд на Одессу? Да, есть ответ. Будет поезд на Одессу. Обещают, что конец января, где-то середина февраля он должен поехать. Уже с 2017 года, вот сначала должен поехать. По крайней мере, если можно верить руководителю Донецкой УЗ, который был у меня в кабинете, мне это пообещал. Хотела спросить, приглашали ли вы Донецкий футбол, ну, то есть Шахтер, да, в Мариуполе, и, может быть, с Ренатом Ахметовым обсуждали этот вопрос. И есть ли такая вообще возможность? Ну, не знаю, может быть, не какой-то полноценный матч, а вот хотя бы какой-то приезд, не знаю. Я не обсуждал это, я так понимаю, обсуждал Павел Иванович Бривский, это с Ренатом Ахметовым, я точно не обсуждал это. И, понимаете, для того, чтобы они сюда приехали, нам надо открыть аэропорт. Ну, они только летят? Ну, они летают, соответственно, аэропорт у нас пока закрыт. И вся проблема в том, что сегодня в Мариуполь тяжело добраться. Мы это с вами ощущаем каждый раз, когда пытаемся или уехать, или приехать. Какой-то в Киев, там, допустим, Днепропетровск, Львов, там, и так далее. То есть это все время осложнена логистика. То есть нам надо поработать в этом направлении. То есть если говорить о аэропортов, то есть мы восстановили сегодня взлетную полосу, она восстановлена, но пока не открыто воздушное пространство. Потом, понятно, надо еще наполнить оборудование, это все для того, чтобы полноценно заработал аэропорт. Но на сегодня я могу сказать, что подготовительная работа вся ведется. Последний вопрос, Вадим Сергеевич. Очень много вы говорите и много делаете для переселенцев в городе Мариуполь. Поэтому хотелось бы, чего бы вы пожелали оккупированным территориям и людям, главное, людям, которые на оккупированных территориях находятся в 2017 году? Я хочу пожелать всем людям, которые и здесь находятся, и там находятся. Во-первых, что хочется пожелать, это, конечно же, мира. Второе, что мы должны слышать друг друга. И третье, что я хочу сказать, мы разные. Это правда, мы разные. И я всегда в этом глубоко был уверен, что это наше преимущество, что мы разные. Мы просто любить должны одинаково, невзирая на то, что мы разные. И мне очень хочется, чтобы каждая семья, которая лишилась своего крова, она вернулась, и чтобы те дома, которые разрушены, не были восстановлены. И мне хочется, чтобы Украина зажила нормальной, полноценной, мирной жизнью. Чтобы мы в каждом дворе, в каждой семье слышали детский смех. Очень бы этого хотелось. Мне бы не хотелось бы строить здесь социальное общежитие для новых мариупольцев. Мне хотелось бы, чтобы те люди, которые присоединились сегодня к нашей семье, они вернулись в свои дома, в свои квартиры. Их встречали, невзирая по какую они сторону, с какими идеологическими они взглядами. Чтобы их любили одинаково. Потому что мы единая страна, мы Украина. Мы также спросили у жителей Мариуполя, чего они желают дончанам и луганчанам в наступающем 2017 году. Что бы вы пожелали в новом году жителям Донецка и Луганска? Только счастья, здоровья всем, успехов. Ну что еще может быть? Ой, мира и всего самого наилучшего. Мира, добра. Что бы мир был. Мира. И все остальное будет. Достаточно. Ну, Донецка и Луганска мира. Ну и чтобы у нас тоже мирно было. Ну, не знаю, как бы это самое. Хотелось бы присоединиться к мирным жителям. Конечно, только мира. Мира и стабильности. Мира. Прежде всего. И все? Ну, здоровья, как всегда. Ну, чего пожелали. Прежде всего терпение, наверное, в связи с этой ситуацией экономической. Ну, и, конечно же, ничего не остается подстраиваться под эти обстоятельства. Чтобы было легче. И чтобы было легче, да, переносить морально, наверное, так. Морального, прежде всего, здоровья, наверное, конечно же, желаю. Почему? Потому что оно сейчас, наверное, самое важное, что может быть у человека. Счастья, здоровья, веселья и без войны, чтобы жили. Да, мира. Осознать, что они натворили. Я бы пожелала, конечно, чтобы они вернулись в Украину, пока не поздно. Потому что они очень сильно ошибаются. Вот. Не знаю. Нам лично хорошо. Мариуполь выстоял. И слава богу. Мы, у нас есть все. И, как говорится, ну, я желаю, чтобы вообще прекратилась эта война, чтобы наступил, наконец, мир, чтобы Украина выиграла. Вот. Потому что наше дело правое. Мы ни на кого не нападали, на нас напали. Чтобы войны не было. Пошли. Самое главное, зайка, чтобы мир, войны не было. И люди друг друга любили. Во-первых, чтобы война прекратилась. Во-вторых, чтобы люди взялись за головы и решали проблемы глобальные, а не проблемы территории. Ну, что могу пожелать? Ну, здоровья, терпения побольше. Чтобы все оборазумилось, как всегда, могу сказать только одно, что хватит проливать кровь, оборазумиться желательно. Дважды в Мариуполе выделение земли участникам антитеррористической операции вызывало бурные споры. Наша команда решила разобраться, в чем же там проблема. Илья Карпов, житель Мариуполя, после событий на Майдане пошел служить в нацгвардию. Встречаем Илью на вокзале. Он собирается ехать домой из Борисполя, где находился на лечении. У него вторая группа военной инвалидности. Теперь, возвращаясь к мирной жизни, Илья планирует получить землю. Просто ребята получают. С моего взвода, с моего батальона, мой брат получил землю под Белой церковью, здесь в Киевской области. Как бы, думаю, тоже надо. Они со служивцами из батальона Кульчицкого хотят не просто строить дома, а объединиться и начать совместный бизнес на полученной земле. Киев сложно, потому что с Киева администрации приходят письма очень часто, что ребята живут на землю, что в Киеве земли нет. Юрист Центра адаптации пострадавших во время проведения АТО Андрей Рудковский объясняет, чтобы получить землю, первым делом необходимо написать заявление, приложить к нему удостоверение участника боевых действий и фото свободного участка земли, на который он претендует. В течение месяца ему должны дать ответ, то есть положена ли ему эта земля и может ли он на нее претендовать. Но тут с этим, как по практике, очень большая проблема, так как земель мало или же отвечают, что их нет, хотя они есть. После этого необходимо обратиться в компанию, которая занимается разметкой земли. По словам юриста, услуги такой компании будут стоить от 2 до 4 тысяч гривен. Разметку передают на согласование местной власти. Андрей Рудковский говорит, некоторые города оформили перечень свободных земель в отдельный раздел на сайте горсовета. В Мариуполе такого пока нет. Очень много проблем с этим, с землями, то есть поиском его, то есть с этим получением и люди, ну, участники АТО, к сожалению, опускают руки. Не все получают свою землю, законную, которую могут получить. Зато городская власть Мариуполя уже дважды выделяла землю централизованно. На первом участке в Садках местность была заболочена, рядом расположена городская свалка. После волны недовольства военных и общественников нашли другой участок на левобережье, между улицами Олимпийской и Пейзажной. Тут участок имеет небольшие подтопления, здесь этих подтоплений нет, и здесь более развитая инфраструктура для жителей города. Во время розыгрыша новых участков военных вновь возмутило состояние выделенной земли. Денис Малыхин, доброволец из Мариуполя, говорит, после таких случаев желания получить землю у него нет. В управлении архитектуры и строительства при этом говорят, после прозрачного розыгрыша участков желающих стало больше. Подали заявки больше 300 человек. После этой раздачи я увидел опять поступление заявок от воинов АТО, их стало больше. Мне кажется, они оценили ту инициативу, которую провела власть города. Юрист Андрей Рудковский рассказывает, к ним за помощью приходят бывшие военные, которые сталкивались с проблемами не только в Мариуполе, но и по всей Украине. Да, есть такие уже много случаев. Не только у нас, но слышали других бойцов, дают землю там, где невозможно не построить, даже где с болотом, и никакой ответственности нет. Если не нравится, конечно, можно отказаться и искать другую землю. Это, конечно, без проблем, но это время и не факт, что вы ее найдете. Чтобы увидеть выделенную в Мариуполе землю, мы отправились на место. На этом участке землю получили более 30 военнослужащих. С одной стороны, территория ровная и удобная. С другой стороны, большой обрыв, похожий на карьер, руины дома престарелых и горы строительного мусора. В Горсовете говорят, строительству и хозяйству это не помешает. Там было строение здания, оно было разобрано, и мусор вывезен оттуда. То есть это не помешает людям строиться? Нет, абсолютно. При этом юристы, оказывающие помощь в получении земли, говорят, проблем у военных много. Это и нехватка информации, и процесс поиска свободных земель, который занимает много времени, и другие нюансы. Никаких ответственностей, во-первых, нет за это. А во-вторых, четкой схемы получения этой земли нет. То есть, чтобы было описано, какие сроки точно, чтобы давали. То есть, чтобы не было никаких уловок, не было никаких отходов местной власти, я имею в виду. Мы также спросили у мариупольцев, необходимо ли, по их мнению, выделять земли участникам АТО. Ну, если они защищают нашу родину, почему им не дать нашу землю? Люди заслужили. Защищают нашу же землю. Почему нет? Если бы не было участников АТО, то у нас, я думаю, не было бы и сейчас такой обстановки в городе спокойной. Поэтому они заслуживают, чтобы они проживали в нашем городе. Смотреть по батальонам надо, потому что есть батальоны, которые чистоводку пьют и лазят. Как говорится, мало у них учений, боевых действий и какой-то практики. Потому что тут, если нормальный батальон, его видно, то, конечно, им нужно давать, потому что они защищают нас сейчас. Нужно ли выделять землю участникам АТО в Мариуполе? Я не знаю. Я на этот вопрос не отвечу. Эксперты уверяют, вопрос с выделением земли необходимо дорабатывать на законодательном уровне. Юлия Диденко, Екатерина Ковальчук, Общественное телевидение Донбасса. А сейчас читаем в Фейсбук, о чем интересном и важном писали мариупольцы в социальных сетях. Настоящим хитом уходящей недели стало обсуждение нового уличного освещения. Его закупили перед Новым годом. Также люди говорили об открытии нового бесплатного катка на Площади Свободы. А блогер Ярослав Матюшин не упускает случая пошутить. На этой неделе в новогодней иллюминации его, как и многих других мариупольцев в сети, привлек фонтан у здания драмтеатра. Пост Матюшина о фонтане собрал почти 300 лайков. На последней неделе года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании оплаты труда. Теперь физические лица предпринимателей будут платить 704 гривны единого социального взноса вместо 350. Как в Мариуполе восприняли новость о двойном увеличении этого налога, читаем в Фейсбуке. Вот что по этому поводу написал блогер Евгений Ростовский. 704 гривны в месяц. Именно столько теперь я должен заплатить как ФОП, даже не имея доходов. Даже если мой недобизнес, а по сути самозанятость, заключается в торговле с оленями, которые 6 месяцев в году просто не работают. То есть мне теперь необходимо поддерживать эти полгода работников налоговой, как Виктор Федорович Страусов. У поста, внимание, 700 лайков, 85 комментариев, 47 человек поделились им на своих страницах. Татьяна Минжинская написала в комментариях, закрыть труднее, чем открыть, а теперь еще и непомерно дорого будет. Изгаляются, как хотят. Люди делятся опытом, как теперь выходить из сложившейся ситуации представителям малого и среднего бизнеса, а также критикуют правительство за принятое решение. Также на этой неделе в Кальмиусском суде Мариуполя приняли решение по делу отряда «Равлык». Об этом писали как мариупольцы, так и донецкие переселенцы, которые теперь живут в городе. Подробнее об этом вы можете посмотреть в сюжете общественного телевидения Донбасса на нашем ютуб-канале. А сейчас смотрим местные телеканалы, о чем они рассказывали своим зрителям на минувшей неделе. Основная масса сюжетов предпраздничная об открытии елок и катка, а также о подарках и стоимости новогоднего стола в этом году для мариупольцев. Из серьезных событий на этой неделе Мариуполь посетил министр МВД Украины Арсен Аваков, а также несколько народных депутатов. Мариуполь снова в центре всеобщего внимания. В Мариуполе заработал первый в Украине единый аналитический сервисный центр. Умные камеры способны реагировать на взрывы и выстрелы, и распознавать лица и автомобили. Полиция могла негайно найти того, кто образил мариупольцев. В этот же день Арсен Аваков и народные депутаты передали службе по чрезвычайным ситуациям 8 пожарных машин. Заработная плата спасателей, пожарников поднята на 80%. 15 семей получили долгожданные ордера на собственное жилье. Напугали мариупольцев на этой неделе автоматные очереди и женщина с ножом. А в общественный транспорт она вошла в халате и с холодным оружием в руках. Стражи правопорядка применили методы психологического воздействия. Я заврю, не трогайте меня! Руку правую достаньте! Я поеду с людьми! Нос убери! Полицейские обезоружили неадекватную жительницу города. Ее передали медикам, которых вызвали пассажиры. Еще на местных телеканалах на этой неделе показывали сюжеты о рейдах национальной полиции и местных властей по незаконным казино, игровым клубам и алкогольным магазинам. Операция по ликвидации азартного бизнеса началась в Донецкой области 11 декабря. Прокуратура и суды с трудом идут на встречу, говорит генерал, фактически оставляя без поддержки в борьбе с азартным бизнесом. Мы остались сами и нас сам. И активисты, которые есть, и мы, больше никого нет. В Мариуполе активно продолжается борьба с незаконной торговлей. 631 пачка сигарет и более тысячи бутылок спиртного оказались не сертифицированными. Продавец утверждает, что документы где-то есть, но говорить на камеру отказывается. Только за последние два месяца в Мариуполе было выявлено 15 подобных случаев и конфисковано товаров на более чем полмиллиона гривен. Это была неделя Мариуполя. Первыми узнавать самые свежие и актуальные новости о жизни города вы можете, подписавшись на новости Донбасса, на странице недели Мариуполя в социальных сетях, общественное телевидение Донбасса. Также смотрите нашу программу на 0629 и Донецкой областной телерадиокомпании. Команда недели Мариуполя и общественное телевидение Донбасса поздравляет всех наших зрителей с наступающим Новым годом. В 2017-м оставайтесь с нами.